здравствуйте друзья меня зовут елена и сегодня мы с вами поговорим о материалах для рисования для творчества тех материалов которые пригодятся новичку поскольку я стала снимать пошаговые видео уроки поэтому хотелось сказать пару слов на эту тему исходя из моего опыта как я уже упоминала я работаю в детской художественной студии и в процессе работы я еще лучше стала понимать с какими материалами новичку или ребенку можно начинать работать и сейчас мы поговорим о вполне доступных материалах для рисования первое это бумага как правило у детей в студии хранится две папки с бумагой формата а3 одна папка это бумага для черчения на этой бумаге мы делаем академический рисунок и рисуем гуашью и папка для бумаги для акварели для рисования акварелью и гуашью относительно формата хочу сказать что лучше рисовать на формате побольше на формате а3 или даже на формате а2 важно чтобы плотность бумаги было не меньше чем 200 граммов на метр квадратный дело в том что в продаже есть бумага для черчения с плотностью вот точно такая же папка но указана плотность не 200 грамм а 160 граммов на метр квадратный то на такой бумаге можно рисовать только карандашами при попадании влаги бумага тонкая бумага сильно деформируется и на ней просто невозможно рисовать красками поэтому плотность не меньше чем 200 грамм на метр квадратный также нам понадобятся карандаши с различной твердостью вот такие карандаши это единственно доступные в продаже в моем городе либо надо заказывать где-то в интернете вот у этих карандашей более-менее ощутимая твердость в работе сюда же мы отнесем мягкие ластики и обязательно нам понадобится ластик клячка следующий пункт это краски гуашевые краски важно чтобы в наборе гуаши было не менее 12 цветов чтобы палитра оттенков была достаточно широкой относительно марки гуаши то я родителям рекомендую покупать либо гуашь фирмы луч классика 12 цветов либо гуашь роса старт тоже 12 цветов я не говорю о качестве красок в сравнении с гуашью мастер-класса нет или гамма я говорю здесь о комплектации упаковки в этих наборах самый оптимальный набор оттенков бывает так что дети иногда приносят другие наборы гуаши а у них нет например это самая классическая ситуация когда в упаковке гуаши нету нормального синего цвета а есть оттенок похожий на ультрамарин но из которого нельзя замешать фиолетовый цвет или вообще никакой нельзя замешать потому что он дает грязь или же он очень светлый пейзаж или натюрморт ею совсем не нарисуешь также часто в наборах отсутствует изумрудный цвет в наборе может быть зеленый светлый но не быть изумрудного хотя из изумрудного зеленый можно сделать добавив жул а из зеленого изумрудный уже тяжелее ну скажем назовем это так следующий вариант это алый и рубиновый либо малиновый эта ситуация как с изумрудным и зеленым из рубиновой алую легко можно сделать добавив желтой а из алой сделать рубиновую слой сложнее также алый в отличие от рубинового не всегда подходит чтобы делать фиолетовые цвета и последний это желтые цвета в пачках бывает лежит желтый темный лучше бы там вот лежал желтый светлый потому что из желтого светлого можно сделать темный добавив немного красного цвета поэтому мой фаворит в плане комплектации красок это набор луч классика у луча есть другие наборы но там комплектация несколько отличается ну на мой взгляд этот самый подходящий теперь вкратце поговорим о акварели у меня дома краски белая ночь но в студии дети пользуются акварелью санет 24 цвета акварель санет очень хорошая краска рекомендую однозначно но если ребенок пришел на урок с медовой акварелью мы приспосабливаемся и рисуем медовой акварелью следующий пункт это кисточки синтетика для гуаши это могут быть плоские и круглые кисти различных размеров и пара тройка кистей пони для акварели палитры будет необходимо плоская палитра для работы гуашью и палитра с ямочками для работы акварелью все же если вы решили заниматься дома то хорошо было бы иметь у себя дома небольшой мольберт у меня вот такой алюминиевый есть деревянный но я больше люблю этот раскладной его можно поставить и на пол и на стол и взять на пленэр если он не нужен то можно спрятать его в чехол и он не будет занимать место в доме бумагу мы крепим на планшет или кусок двп если у вас лист форматом формата а3 это 300 на 40 сантиметров то планшет у нас немного больше размер 40 на 50 сантиметров к планшету бумагу можно крепить малярным скотчем за уголки либо приклеивать по периметру можно купить планшет размером поменьше и уже натягивать бумагу на планшет как это делать я уже показывала в одном из своих видео переходите по ссылке если бумагу натянуть на планшет то работать будет гораздо легче а готовая работа после высыхания будет идеально ровной вот пожалуй и все что я хотела вам сегодня рассказать если у вас появились вопросы или идеи для моих видео не стесняйтесь пишите в комментариях смотрите другие мои видео оценивайте их подписывайтесь на канал всем пока пока